Отмена флюорографии и лечение больных туберкулезом амбулаторно, то есть на дому. Такие изменения вскоре предлагает ввести Министерство здравоохранения. Чем это грозит украинцам, расскажут наши корреспонденты. Несколько дней назад на своей странице в фейсбуке ИО Министра здравоохранения написала, методы борьбы с туберкулезом устарели и их нужно менять. Для начала отказаться от флюорографии и заменить стационарное лечение амбулаторным. Врачи с опаской ждут последствий. Если мы сейчас отпустим этих хворых в среду, где они проживают, это приведет к увеличению уровня заболевания, к инфекции здорового здравоохранения, к инфекции людей. В этом противотуберкулезном диспансере лечатся почти полсотни больных. Большинство людей без определенного места жительства, страдающие алкоголизмом и наркоманией. Лечить их вне стационара, уверяют медики, нереально. Они лекуются амбулаторно с перерывами, не имеют прихильности до лекования. И это привело до того, что хвори, которые поступают в стационары, запущены. Сами врачи не очень понимают, в чем новшество. Еще в 2014-м Минздрав распорядился, в диспансерах могут лечиться только пациенты с открытой формой туберкулеза. В результате в Тисменицком районе, например, не только значительно выросло количество больных, но и смертность среди них. За данными нашего стационара, в 2017-м у нас 20% пациентов, поступивших, померли на первом тижне лекования. Не время отказываться и от флюорографии, уверяют медики. Метод диагностики, анализ мокроты, предложенный Супрун, действенный, но в странах Европы, а не в Украине. Враховывая уровень жизни населения, враховывая условия социального благополучия населения, я бы не стал отмолваться от флюорографии. Потому что есть так называемые группы риска, медичные и социальные группы риска. И их необходимо обслеживать флюорографично. В этой поликлинике флюорографию ежедневно проходят около сотни человек. Именно благодаря этим проверкам, говорят врачи, наряду с туберкулезом у пациентов были выявлены и другие заболевания легких. Мы не только туберкулез выявляем. Есть полный разных болезней, и других, и патологий, и легеневых, и таких, что нужно, что люди найдены. Мы никогда не знали, что у них такое есть. По данным Всемирной организации здравоохранения, Украина входит в пятерку стран, где туберкулез сложно поддается лечению медпрепаратами. А из 100 тысяч украинцев 64 больны. Это в 9 раз больше, чем в европейских странах. Мало того, в последние годы этим заболеванием все чаще страдают дети. Андрей Кровец, Жанна Дудчак, Зиновия Автоназ, телеканал Интер, Ивано-Франковская область.